Да уж, между выходом четвертой части про эндоскелет и обзором на него прошло три месяца, и за это время появилось очень много изменений в механизме и его строении. Пришло время показать эти изменения и рассказать про них прямо в этом видео. Всем привет, и как ни странно, вы находитесь у меня на канале. Мы начинаем. Как вы, наверное, помните из четвертой части, механизм эндоскелета представлял собой маленький моторчик, на который было нацеплено колесо. Но теперь таких механизма три, и там тоже есть свои изменения. Сейчас мы разберем каждый по отдельности, и начнем мы с механизмов лица. Поворачиваем голову эндоскелета на 90 градусов, и вот вы можете увидеть наш маленький моторчик. К нему подсоединено еще три шестеренки, не считая той, которая насажена прямо на самый крутящий вал. Ну а теперь нужно ответить на вопрос, для чего это вообще сделано. Если бы мы подключили все механизмы лица сразу к моторчику, у нас бы ничего не вышло, потому что моторчик просто бы не крутился, потому что ему не хватило бы мощности. Но, благодаря интернету я узнал, что шестереночная передача позволяет решить эту проблему. То есть, если большая шестеренка раскручивает маленькую шестеренку, это нам дает выигрыш в скорости, скорость увеличивается, ну а мощность и сила уменьшаются. Но если подсоединить маленькую шестеренку к большой, то тогда скорость уменьшается, что нам на руку, и мощность и силы увеличиваются. Это нам тоже на руку. Далее на последней шестеренке в ряду я прикрутил шуруп, но сделал это не перпендикулярно к шестеренке, а под углом, для того, чтобы увеличить амплитуду поворота глаз, рта и век. Ну а далее я все подключил к этому шурупу. Глаза с помощью проволоки, веки с помощью проволоки, ну и рот тоже с помощью проволоки. Дальше, что касается электрической части. В электрике я ничего нового не добавил, только один отсек дополнительный с батарейками. То есть, теперь их два, это шесть батареек типа 2А, и с помощью них все нормально работает. Ну там же припаял кнопку, ну все как показывал в четвертой части про эндоскелет. И под конец вот эту вот всю конструкцию разместил на такой вот картонной штуке. На самом-то деле может показаться, что она не крепкая, но тут склеены вместе несколько слоев картона. И это все дало такую прям плотную и крепкую поверхность, что она выдерживает все эти вот механизмы. И все прибил к, так сказать, лицевой части эндоскелета. Что касается лица, вроде бы все рассказал. Теперь пора поставить голову на свое место. Далее у нас идет механизм поворота руки и головы. Хоть его еще придется дорабатывать, я покажу, что у нас уже имеется. Итак, тут в принципе все тоже как и в лице, только добавилась одна шестеренка. Ну и шуруп стал тоже длиннее и больше. И так дальше вы можете заметить на лицевой части вот такой вот прикрученный шуруп. Это сделано для того, чтобы потом прикрутить туда проволоку, соединить ее с механизмом и голова поворачивалась. Конечно, здесь понадобится потолще проволока, чем та, которая шла на лицевой механизм. Сейчас я ее снял, но потом я ее обратно приделаю. В принципе, то же самое вы можете заметить и на руке. У нас прикручена вот такая вот железка, которой в будущем будет подсоединена проволока и подсоединена тоже к нашему мотору. Вот. Дальше тут прикручен шуруп, который позволяет не прокручиваться руке в другую сторону. Правда и сейчас я отсоединил ее от мотора и можете заметить, как болтается вот наша проволока. Что касается конструкции, на которой расположен наш механизм. Тут все практически то же самое, что и в лице. Это картон, склеенный в несколько слоев. Довольно крепкая штука, как я уже говорил. Вот. И все приделано к шее. Но важно понимать, тут конструкция более заумная. Так как у нас механизм располагается горизонтально, а не вертикально, как в лицевой части нашего эндоскелета, то тут пришлось сделать две таких картонных фигни. Но все вроде бы получилось и все нормально работает. А под нормально я имею в виду работу самого механизма. Ну или еще поворота руки. Потому что поворот головы еще придется дорабатывать в следующих видео. Что касается электрической части, тут у нас приделана картонка, на которой располагаются два отсека для батареек. Типа 2А. Все так же, как и в лицевой части. Также подсоединено все к кнопке и к маленькому моторчику. То есть здесь практически изменений никаких не последовало. Ну а перед тем, как продолжить рассказывать про изменения в эндоскелете, я бы попросил вас подписаться на мой канал. Потому что без подписки меня смотрят почти 91% зрителей. Это очень много, поэтому подписывайтесь. Сделайте эту цифру меньше. Число подписок больше. И мой канал продвигался. Все. Ну а мы продолжаем. Ну и третий, последний механизм, который нам нужно будет разобрать. Выполняет он функцию поворота туловища. И как вы можете заметить, тут произошли очень большие изменения. Если в прошлый раз вы могли видеть только маленький моторчик. Ну я его показывал, эту фотографию уже в прошлые, так сказать, несколько минут. То сейчас тут огромнейший мотор. Сейчас я вставлю еще одну фотографию, чтобы вы заметили разницу между тем мелким моторчиком и вот этим большим мотором. Дальше тут все приделано к такой деревяшке. В принципе, так же, как и в лицевой части, как и для механизма поворота головы и руки. Но только здесь уже пять шестеренок. Не четыре, как для головы и руки. Не три, как в лицевой части, а целых пять. Это сделано для того, чтобы двигать довольно большой вес. Потому что голова вместе с руками и остальными механизмами весит довольно прилично. Но и скорость, что логично, уменьшилась. Это нам на руку, потому что тело будет поворачиваться равномерно, медленно. Чтобы никакая часть не вылетала. И это казалось более правдоподобно. Конечно, чтобы закрепить такой большой мотор, пришлось вбивать гвозди. Приделывать вот такую вот металлическую пластину. Гнуть ее. И приклеивать все на герметик. Теперь давайте поговорим про электрическую часть. Тут она отличается от двух других механизмов. Причем очень сильно. Ну тут ничего необычного. Сначала идет провода. Правда, они намного толще, чем те, которые я использовал в других механизмах. Идут кнопки к переключателю. Но уже от кнопки идут к двум крокодилам. А они, следовательно, будут подключаться к вот такому вот аккумулятору на 12 вольт. Для чего я это сделал? Дело в том, что без этого аккумулятора этот мотор просто не хочет работать. Либо работает, но очень слабо. Я подключал его к вот таким же отсекам для батареек. Подключал два отсека, три. И все равно получалась какая-то фигня. Но, к счастью, с этим аккумулятором все заработало. Сейчас данный механизм, как вы, наверное, уже заметили, я снял. И, скорее всего, буду перевешивать в другое место. Но это все вы увидите в следующих видео. Ну, в принципе, на этом заканчиваются такие большие изменения, в частности, механизмов. Дальше идут такие мелкие изменения, на которых я особо не буду зацикливаться. Например, в лицевой части я утолщил слои картона. Сделал их больше, сделал их количество больше. И, в общем-то, чтобы лицевая часть была крепкой. Также изменил веки, сделал так, чтобы они работали. Конечно, додуматься до этого нужно было. Но, вроде бы, я справился. Если вам будет что-то непонятно, напишите об этом в комментариях. И я, скорее всего, расскажу в следующих видео о том, как они устроены и как они работают. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите свои комментарии, рассказывайте друзьям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok